Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы вновь на канале Шахматы для Всех. В этом видео мы с вами рассмотрим решающую партию женского чемпионата Европы по быстрым шахматам, которая состоялась в 11-м туре этого соревнования. Последний тур, в котором и решилась судьба этого титула. Стоит отметить, что эта партия проходила на второй доске. На первой Антонетта Стефанова и Элипзабет Пец довольно быстро согласились на ничью и у них оказалось по 8,5 очков из 11. У Александры Костенюк было на полочка меньше и если она выигрывает эту партию, то становится единоличным победителем соревнования. Если будет ничья, то в ход пойдут дополнительные показатели, ну а если она проигрывает, то и вовсе не борется за первое место. Конечно, в таких условиях очень хочется держать победу. Но улыбнется ли счастье Александре Костенюк в этой битве двух экс-чемпионок мира? Посмотрим. Е4 сыграла Александра, Анна ответила ходом Д6. Д4, конь Ф6, конь С3, Е5. Украинка предлагает перейти в так называемый Филидоровский эншпиль, но перевеса особого у белых там нет. Поэтому Костенюк предпочитает сохранить более сложный характер борьбы, ставит коня на Е2. Слон Е7, Аш3, 2-0 и Ж4. Как мы видим, у Александры очень агрессивное намерение в этой партии. После С6, А4, не давая сыграть Б7, Б5, но черные играют А5 и на слон Ж2 ставит коня на А6. Далее 2-0 и Аш5. Анна Ушенина не остается в долгу. Она хочет выяснить намерение соперницы на королевском фланге. Костенюк задвигает пешку на Ж5 и защищает ее ходом А4. Черные играют Ж6 и после Ф4, Ф6, Ф5. Вот такое интересное двойное пешечное напряжение возникло на королевском фланге. Анна Ушенина защищает пешку ходом ФЕ8 и предлагает высказаться своей сопернице. Костенюк меняется на Ф6, играет С6, добиваясь размена чернопольных слонов и ставит коня на Ж3. Не только защищая свою пешку, но и посматривая на пешку соперницы. В этой позиции черным стоило сыграть ФЕ7, присматриваясь к пешке А4. Но Анна Ушенина отдала предпочтение развитию слона. Белые играют ФД2 и ЕД. Позиция черных была уже очень сложной и закончить развитие, избежав потери материала, вряд ли возможно. Поэтому Анна Ушенина, осознав данное обстоятельство, решает отделаться пешкой. Но закончить развитие после ладья АД1 взяли-забрали. Она ставит коня на С5, отдавая пешку Д. После взятия КНН5, КНН8. Позиция белых уже очень хороша. Можно было сыграть слона Ж3, нападая на пешку Ф5. Но КНФ4 играет Костенюк с угрозой вилки. Ладья Ф6 и после размена взятие на Ф5. Оказывается, что брать слоном нельзя. Потому что будет КНШ5. Очень сильный ход. И после взятия красивый двойной удар. Ладья бьет Ф5. После которого белые выигрывают фигуру. Поэтому Ушенина отдала предпочтение ходу КНЖ7. Белые защитили пешку слоном. И после ладья Е8 сыграли КНФ2. Шах взяли-забрали. КНФ3. И черные бьют на А4. Белые играют ладья Е1. КНЖ8, уходя от шаха на Е7. Х5 и ладья Б4. Б3, А4. Размен пешек на ферзевом фланге. Шах, КНЖ7. Ладья Ж6. Ладья А3, шах. Король отходит. И Анна Ушенина ставит коня на Д5 под размен. После взятия на Д5. ЦД. Слон Ж4. Играют белые. Контролируя обе свои проходные пешки на королевском фланге. Но черные ставят ладью на С3. И на доске создалось критическое положение этой партии. Получить ясную выигранную позицию белыми не так уж просто. Нужно было сыграть ладья Д6. Нападая на слона. После отхода забрать на Д5. Шах, КНЖ3. И все-таки две проходные пешки белых на королевском фланге при поддержке трех фигур оказываются сильнее единственной проходной черных на фланге ферзева. Но Александра Костенюк в спешке допустила принципиальную ошибку. Она пошла Ф6. Но при этом разменялись слоны. И партия перешла владейное окончание. После КНЖ3 прикрыла седьмую линию Анна Ушенина. И вздохнула с облегчением. Действительно. Позиция уже полностью уравнялась. Но Александра Костенюк продолжает играть на победу. Она ставит ладью на Ф4. КНЖ8. Не пуская пешку на Ф7. Ладья Ф5. Нападая на Д5. И тут черным нужно просто сыграть аккуратно. Например. Пойти КНЖ. Цепляясь за пешку Ф6. Но Анна Ушенина тут уже наметила план своей контр-игры. Она отдает пешку Д5. Ставя свою пешку на Б5. Далее хочет сыграть ладья Б7. И просто двигать пешку Б вперед. Неизбежно одна из белых фигур. Скорее всего ладья. Должна будет блокировать эту пешку. И в конце концов получится ничья. Но посмотрите что было дальше. После ладья Ж5 шаг. КНЖ8. Ладья бьет Д5. Анна Ушенина сделала программный ход ладья Б7. Который неожиданно оказался серьезной ошибкой. Тут лучше было опять же напасть на пешку Ф. Королем. И далее уже двинуть пешку Б. После А6 Б3. А7 ладья С8. Защищаясь от превращения пешки. И белым приходится становиться ладьей на Б5. Тормозя пешку соперницы. Отдавая пешку Ф. И получается простая ничья. Ну кто ж из нас в этой позиции не сыграл бы ладья Б7. Именно так пошла Анна Ушенина. Поставила ладью по Тарашу позади своей проходной пешки. Но белые играют А6. И Б4 сыграть не получается. Потому что дается шаг. А7. И белая пешка проходит Ферзи. Но король Ж8 играет украинка. Кажется что она держит ситуацию под контролем. Но после шага король Х8 ладья Ж7 брать конечно нельзя. Потому что белые с шагом забирают черную ладью. И просто подходят королем к пешке соперницы. Поэтому ладья Б8 играет Ушенина. Король Ф4. Б4. Король Ф5. И тут оказывается что белые темп в темп выигрывают партию. Если черная продолжит двигать пешку вперед. Что было в нашем поединке. После Б2 начинает работать известный механизм. Ладья Х7. Шаг. И ладья Х8. Забираем ладью. Обезвреживая пешку Б. И белые побеждают. Увидев этот неприятный вариант. Анна Ушенина не сдалась. Сыграла ладья Б6. Связывая пешку. И заставила Александру Костенюк продемонстрировать другой путь к победе. Который оказался весьма красивым. Ладья Х7 шаг. Король Ж8. Ладья Е7. Угроза мата. Если пойти король Ф8. То Аж 7. Посмотрите. И пешка белых проскакивает Ферзи с матом. Поэтому пришлось ладья Б8 играть Анне Ушениной. Тут вполне можно было сначала пойти Ф7. А потом ладья Е8. Это приводило к перестановке ходов. По сравнению с тем, что случилось в партии. Но Александра Костенюк посчитала четкий вариант. Который начинается временной жертвой ладьи. Вот такой красивый удар. Далее пешечная вилка. Взятие с шахом и превращением Ферзя. Аж 7. И тут Анна Ушенина сдалась. Действительно, шахматы это трагедия одного темпа. После Б2 черные уже готовы поставить своего Ферзя с шахом. Но белые делают то же самое первыми. Что и решило исход этой очень напряженной и важной в спортивном плане партии. Обыграв Анну Ушенину, Александра Костенюк обошла своих соперниц Стефанову и Пец на пол очка. И набрав 9 очков из 11, стала победительницей чемпионата Европы по Рапиду. Вот такой золотой дубль Александры Костенюк в начале 2024 года. Поздравляем опытную шахматистку и ее многочисленных болельщиков с этим значительным достижением. Действительно, несмотря на то, что Александра Костенюк в большие шахматы играет уже очень давно, она продолжает демонстрировать очень стабильные и высокие спортивные результаты. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.